Всем добрый день! Сегодня с вами я, Егор Яковлев, и Михаил Васильевич Попов. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Мы с Михаилом Васильевичем решили обсудить одну очень популярную книгу. Это серия романов Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Михаил Васильевич, приходилось читать? Да, пришлось вот с вашей помощью как раз почитать. Ну, я давно считаю, что «Гарри Поттер» – это не просто детская сказка, она наполнена многими очень актуальными смыслами, и для меня, как для исследователя немецкого нацизма, в первую очередь была интересна аллюзия, явно намекающая на гитлеровский режим. В книге Джоан Роулинг речь идёт о расовой теории, которую злые волшебники наслаждают в волшебном мире. И главным проводником этой расовой теории является главный злодей Волан-де-Морт, да, Михаил Васильевич? Да. Вот хочется сегодня поговорить о том, какое место расовой теории занимали, и какую роль расовой теории играли в человеческой истории. И с моей точки зрения, расовая теория – это всегда инструмент либо для грабежа, либо для сохранения награбленного. Михаил Васильевич, как вы считаете? Ну, я думаю, что если говорить очень кратко, конечно, так можно обобщить, тем более, что мы можем вспомнить, как и на каких основаниях истреблялось коренное население Северной Америки. Приехали вроде бы свободные люди, носители демократии, да, вот с политическим устройством и было всё хорошо, никакого фашизма тогда ещё не было, ещё не было империализма, не было финансового капитала, который порождает фашизм. А истребляли кого? Представителей другой расы. Причём испанцам и португальцам удалось, отрубая руки и убивая не всех, а отдельных коренных жителей, заставить их работать. А североамериканские индейцы ни за что не хотели быть рабами, ни за что. И тогда их просто практически истребили, оставив до наших дней некоторое количество, чтобы показывать, что у них есть коренные жители. Поэтому вот это вот такой яркий был расизм со стороны вот той нации, которая со стороны, можно сказать, неплохих вроде представителей белой расы, которые потом на той же самой территории вместе в Северной Америке они учинили там рабство. Причём рабство после того, как уже во всей Европе был феодализм. И можно сказать, что в этих странах это уже шло становление буржуазного строя, а в Америке вот свободные люди, вырвавшиеся на свободу, но с оружием, они убивали представителей другой расы беспощадно. Поэтому вот это мы наблюдали тогда. Но уж когда появился германский фашизм, ну тогда тут уже эта теория была взята на вооружение фундаментально. Не так, что на уровне, так сказать, подсознания и на уровне таких дурных наклонностей тех, кто приехал из Европы, а уже на уровне, так сказать, теории, концепции о том, что есть вот некая высшая раса. Вообще остальные, они, если их и можно оставить, то для того, чтобы их эксплуатировать. Поэтому, ну а есть вот такие неполноценные люди. Этих неполноценных людей нужно убивать. Их можно планировать сначала вот столько, потом еще вот столько, а если они не будут работать и будут сопротивляться, то можно и искоренить полностью. Вот, так сказать, что мы наблюдали. Причем когда? В 20 веке. В 20 веке со стороны, за какой стороны, в которой сплелись, с одной стороны, высочайшая культура, Германия. Она ждала нам и Бетховена, и Гегеля, и Гейна, и так далее. Сколько там прекрасных философов было, сколько там было деятелей искусства, промышленников, и так далее. И вдруг оттуда, вновь, как вот в свое время, со стороны североамериканцев появилась теория гораздо более высокого уровня, то есть, которая систематизировала все это дело, и которая потом получила название нацизм. Нацизм – это явление, характерное как раз для немецкого фашизма, потому что фашизм мы знаем. В Италии он не нацизм. Фашизм мы знаем в Португалии, не нацизм. Мы знаем фашизм в Испании, Франко, не нацизм. Фашизм в Чили, не нацизм. В греческих полковниках фашистский режим, не нацизм. И вот когда приезжали, стреляли по Белому дому, то есть, попрали вообще демократию, и у нас царила, можно сказать, открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шагунистических элементов финансового капитала, и даже мы видели стрельбу по тем, кто стоял около Белого дома со стороны американского посольства, то мы должны сказать, что и у нас вместе с ним большим тоже был фашизм. А потом, наверное, Ельцину объяснили, что надо опять все это красиво закрыть всякими демократическими одеждами, чтобы диктатура в буржуазии не торчала. Потому что вы можете как угодно прикрывать, а диктатура в буржуазии есть, и звери на ее искал иногда кое-где проявляется. Но он проявляется, наверное, и в некоторых произведениях искусства, независимо от воли автора, потому что в чем талант автора? Талант автора в том, что он не пишет как ученый. Ученый ставит себе задачу, начинает исследовать, они смотрят, что реакционно, что прогрессивно, за что-то выступают, что-то защищают. Нет, это художники так не делают. Мы знаем, что литература относится к искусству, а искусство – это другая форма постижения мира, и не надо ее смешивать с наукой. Это я как представитель науки хочу сказать. Вот у Гегеля в «Феноменологии духа» говорится, что есть три формы постижения мира. Первое – это постижение мира религиозное, и вот к этому очень близко то, что мы наблюдаем. Наблюдаем вот в книге «Гарри Поттер», потому что здесь речь идет о колдунах, о злых духах, о ведьмах. Причем положительный образ почему-то изучает ведьмину науку, хотя ведьминское искусство – это вообще-то с точки зрения определения, кто такие ведьмы. Это ведь злые духи и так далее. Тем не менее, они все это дело изучают и так далее. Причем мы тоже наблюдаем интересное такое разделение. Есть некий высший круг, высший слой. Вот обратите внимание, что во всяких там разных народных сказках и в искусстве широко известном, классическом, там, если возьмете Золушку, там есть добрая фея. Добрая фея-волшебница, она помогает Золушке. Там есть в других сказках «Спящая красавица», там есть и злая фея, так, фея-карабус, которая хотела младенца, девочку, убить, поскольку, видите ли, ее не пригласили на свадьбу, забыли, в список не включили. Поэтому она вот мешает, так сказать, людям нормальным жить. Она даже готова убить младенца. А добрая фея, вот ее силы не хватает побороть эту самую, карабус. Она, эта самая добрая фея, она может сделать так, чтобы она не умерла, а только заснула на сто лет. И вот сто лет все спят, а для того, чтобы ей не было скучно, заснули и все остальные. И вот такой вот прекрасный такой балет «Золушка». Ой, простите, это «Спящая красавица». Прекрасный такой балет получился, как раз про вот таких волшебников, про фей. И главным героем вот в сказках, скажем, в эпосе, если вы возьмете эпос Древней Греции, все-таки были это люди, которым боги, или одни боги помогали, другие боги мешали. Но все-таки люди были главным. А вот исключительно вот эта книга, мне кажется, она выбивается из разряда всех остальных, тут все наоборот. Тут есть вот колдуны, в крайнем случае полукровки. Мама колдуни, а папа нет. И вот они, так сказать, как бы высший свет. У них своя школа, у них даже вот своя платформа, три четверти, на которой пребывают, поясы, которую никто не видит. Я когда читал про эту платформу, мне показалось не то, что это расовая теория, я прямо представил эту номенклатуру партийную, государственную, которая у нас была. У них свои, вот их сейчас есть. Вот вы придите на любой вокзал, там есть зал официальной делегации. Вы можете зайти, допустим, на Москву сказал, там очередь, 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 в кассы, но вы можете зайти в зал официальных делегаций, там тишина, там диваны, там вам избегают и прикупят билеты. Но если вы не волшебник, то вам вас оттуда выпроводят. Зайти вы туда можете, но так же и выйдете. А если вы имеете соответствующий документ, ну вот тогда немножко по-другому. Я одно время был помощником на общественных началах депутата Шейна, и вот таким образом, так сказать, приобщился к этому кругу, но недолго, и я об этом не жалею, но мне очень это напоминает. Вот особые залы, зайдите вы в обычный райком, вот в момент, когда разрушалась уже наша советская государство, социалистическая, в райкоме было три столовых, вернее, одна столовая из трёх отделений. Вот есть столовая, куда вы можете зайти, и там, пожалуйста, стойте в очереди, и получите, и кушайте, пожалуйста, на здоровье. Есть полиузский залчик, там для аппарата, там вы можете, если вы или из аппарата, или вас пригласили, меня часто приглашали, я много лекций читал в разных местах, в том числе и в райкомах, и вот, так сказать, можете там покушать. Но иногда меня приглашали, там, где четыре человека только помещаются. Вот в этой во втором зальчике, там сидели люди, а им приносили всё, уже не надо было ходить в очереди, стоять, но там где четыре, там и меню другое, и там всё тихо, спокойно, там ведут самые высокие беседы, самые большие волшебники. Потом, как показали события, они все оказались злыми, потому что все они участвовали в уничтожении Советского Союза, за исключением. Кого? Вот я знаю, в Ленинграде было два секретаря Порткома. Это Тюлькин и Терентьев. Тюлькин секретарь Порткома Авангарда. А Терентьев секретарь Порткома Арсенала. Это добрые волшебники. Секретарь Порткома, который бы выступили, скажем, против этого антикоммунистического шабаша, который начался, я больше не знаю. А я знаю их очень хорошо, я был членом Порткома Ленинградского, так сказать, я всю эту картину видел, знаю. А вот, скажем, был такой вроде хороший человек, который был доктором исторических наук, Владимир Валерьянович, фамилию не хочу называть. Вот. И он присутствовал вместе со мной в зальчике секретариата ЦК КПСС, где Горбачев выступал и рассказывал про новую программу. Я там выступал. И ее критиковал. И Золотов, доктор экономических наук, ее критиковал, молодой. А вот, вот этот Владимир Валерьянович хвалил. И на следующий день его Горбачев сделал секретарем Центрального комитета. Сразу. А у нас был уже один секретарь, наш, секретарь обкома. И вот, то есть, волшебники были очень много. Так что волшебники бывают не только вот в этом. И вроде бы раса та же самая, все. Но они как-то уже, у них отдельная медицина, отдельная. Все отдельно. Они почему-то все время болеют, потому что все время ездят в санатории. Я в санатории никогда не был за всю свою жизнь. Но, как бы, не считаю, что это очень здорово. Лучше быть здоровым, чем ездить в санатории, даже самые шикарные. Но, тем не менее, вот это было, а мы с москвичами поговорим, ну, высоко подставлено. Они сразу, кремлевка, машина, дача. Кремлевка, машина, дача. Дача имеется в виду бесплатная. Ну, бесплатную дачу только волшебники, а если вы не волшебник, то есть, не попадаете в номенклатуру, вы, в перечень тех, кому положено, ну, пожалуйста, снимайте гараж, чем какой-нибудь на лето, и все, и живите. То есть, я хочу сказать, что вот, если мы будем это широко, несколько смотреть, вы поставили вопрос очень резко, потому что это вот, это своего рода социальный расизм, можно сказать, то есть, он не по национальному признаку, правда? Там же вот не по национальному признаку, вот, в самой, в книжке Гарри Поттера, там вот какие-то вот они, одни колдуны, или полуколдуны, но туда можно попасть. И мне напоминает вот, вот это, Гермиона, да, девочка, которая очень хорошо учится, лучше всех этих колдуны, колдунов учится, но она, конечно, не так уж сильно колдует, потому что все-таки она только головой берет, вот те, которые головой берут, они дальше, далеко в этом мире не пройдут, в мире, где ценится их происхождение, правда, прежде всего, самое главное, то есть, какое происхождение, вот, вот это вот важно, а если раньше было, какое происхождение, кто у тебя папа, король, граф, царь, барон, сейчас это уже не важно, вот, а если вы возьмете новый сейчас строй, капиталистический, как бы, свободный, тут свободно, уже нету, тут в политических вопросах ничего этого нет, а в экономических, ну, кто будет собственником империи Абрамовича, Абрамович, а кто будет собственником империи Лисина, которого 17 миллиардов долларов, ну, дети его, все покровному, покровному, принципу передается, вся экономическая власть, нужно рассказывать, что экономическая власть легко конвертирует в политическую, если у нас есть, у меня есть экономическая власть, если я миллиардер, я запросто выполню все нормы по сбору подписей, я буду по 5 тысяч студентам платить в день, и соберут очень быстро голоса, за то, чтобы меня просто считали, а не надо на моей стороне быть, просто вот за право быть кандидатом, и поэтому, кто, кто имеет вот эту власть экономическую сегодня, а их таких много уже набралось, вот это вот волшебники, поэтому я думаю, что книга вот эта многозначная, она написана очень увлекательно, автор, безусловно, талантливая, я вот читал, вот перечитывал, не оторвался, вам спасибо большое, не оторваться, думаю, я бы спать бы лег в другое время, а тут смотрю и читаю, с таким увлечением, думаю, иногда черти что написано, а там на самом деле черти что, колдуны, ведьмы, это же детство человеческого общества, когда люди, племена только ходили, с каменными топорами, со всем этим делом, вот они верили во всю эту чушь, во что, вот то, что есть, вот колдуны, кругом злые духи, но они ничего не знали, это были темные люди, потому что они думали, что солнце, это одна сила, ветер, это другая сила, гром, опять это третья сила, надо спасаться, сейчас, значит, молния это убьет, причем это, значит, меня накажет, и так далее, голод, значит, и так далее, и все это кругом, вот это на тебя навалилось, и вдруг это, вот оказывается, нравится нашей молодежи, о чем это говорит, это нашу молодежь опустили глубоко, ниже, чем феодализм, ниже, чем рабовладение, ну, рабовладение, какие там прекрасные мифы, древние Греции, а вот туда, в самые такие темные, глубокие времена, и что опять тут летают наши люди, наши дети летают на метле, наши дети с волшебной палочкой бегают, и я тут вспомнил, я очень долго уже говорю, уже вас отнимаю, я сейчас вспомнил одну книжку, которую в детстве читал Старик Хатабыч, наверное, вы тоже ее знаете, мы другую картину вообще наблюдали, там тоже об этом как раз, вот появился колдун, ну, колдун более высокого ранга, чем вот у Гарри Поттера, потому что ему не надо было ни палочку, ничего, он просто выдергивал, так сказать, джин из бутылки, у него, у этого Старика Хатабича, эти волосинки несколько вытернуты, и сказать, трох тебе дох, тох-тох, и что хочешь, хочешь ковер, самолет летали прекрасно, на ковре самолете, хочу я доложить, удобнее летать, чем на метле, вот, можно было сделать так, чтобы все футболисты, которые играли в футбол, получили бы по мячу, и не отнимали, ну, что он посмотрел, что за беднота такая, один мяч, и все гоняются, чтобы их завладеть, вот вам каждому по мячу, а Волька, который, этого самого, достал, этого джина, он очень разозлился на этого старика, Хатабича, он мешает нам жить, у нас так все хорошо, у нас все есть, у нас все обучается, мы играем в то, что нужно, мы все можем, мы все владеем, и получается, в этой книге, вместо того, чтобы думать о том, как построить такое общество, где эти все колдуны были поддавлены, чтобы они их держали, они, конечно, все время будут вылезать, злое оно всегда вылезает, поэтому так, чтобы вообще в жизни не было злого, я думаю, что вот писатель, она как писатель, у него чувства есть, это всегда вот есть, надо с ним бороться, но не поодиночке надо бороться, а коллективно, и бороться надо так, чтобы настрой такой другой сделать, жизнь другую, чтобы можно было подавлять систематически, а не так, что всю жизнь она, ты не знаешь, тебя убьет этот Вальдеморд, или вы знаете кто, вы знаете кто, может убьет, а может не убьет, или я его убью, или он меня убьет, или опять, и так, один роман, второй роман, третий роман, четвертый роман, остальные как, а это не касается других людей, у них никакой перспективы нет, нет тут перспективы никакой, потому что никуда не следует, что добро победит зло, ну вот так случилось, что победило тут вроде как добро, а могло и не победить, и я думаю, что вот художник, она не может заказать, чтобы победило добро, она вот рассказывает, что есть вот в головах, а что есть в головах, вот в гниющем, скажем, этом самом империалистическом, капиталистическом мире, в головах вот это и есть, что написано, и это идет в голову молодежи, и она вместо того, чтобы стремиться к знаниям, освобождаться от этого всего, того, что противоположного, свету науки в свету учебы и так далее вместо того чтобы у себя в жизни чувствовать человеком который все это преобразует вместо этого вместо этого те люди которые муглы но они за рамками но и могут быть исключения вот свое время и ломоносов ведь попал вот есть такие исключения потом вот такая обстановка что вот все время там ты дрожишь что какие то есть вредные духи я вот учился можно сказать в таком хороватсик который там обрисован ну да но я в санкт-петербургском государственном университете его керенский кончал ленин кончал путин кончал медведев кончал тот который у нас был министр обороны тоже кончал сергей борисовичева нового администрации по филологический факультет кончал я математико-механический факультет кончил там все время нахожусь ну это так вот место откуда выходят самые волшебники вот так что я хочу сказать что у нас такого чтобы эти волшебники господствовали над всем не было а вот тут волшебники получается ну что же это за беднота такая приехали всем написали дескать выдавайте книжки все книжки дорогие такие надо их покупать это вот то что мы нашей школе видя вот когда я пришел в наш хорош ходвардс это в университет нам сказали сегодня вы ничего покупать не должны все возьмете в библиотеке его я учился пять лет ни разу ни одной книжки не купил ни одной все было в этом нашем но это вот я считаю волшебное у нас заведение а там какое волшебство вот такой список да еще роботы купи за свой счет робу а вот одновременно требовали мантию купи за свой счет одно время у нас тоже вот школьную форму давайте покупайте за свой счет а чё у нас богат такое бедное государство не может выдать эту школьную форму и сделать если уж так надо нет вот вот то есть вот этот беднота которая есть беднота такая я бы сказал не экономическая какая-то умственная что за государство что за отношение к детям что что даже вот там дело не волшебники собрались но какие же это волшебники если они городу это это все купите и дети хорошо от побед повезло повезло товарищу гарри поттеру и он не знал что ему так повезет он же несчастный у него родителей нет но родители все таки имеют счет в банке а раз имеешь ты счет в банке ты уже настоящий волшебник ты можешь одеть себе хорошую робу и так далее ну а у кого кто не волшебник ну если у вас нет счета в банке идите отсюда как говорил у нас вот товарищ знакомый мой профессор рященко доктор экономических наук и он в войну был разведчиком фронтовик он говорит сейчас наступило такое общество деньги есть иван петрович денег нет паршива сволочь так что вот расизм социальный по принципу другому по принципу принадлежности к богатым классу богатым слою богатым а если у тебя нет то ты можешь туда попасть пробился же товарища вот ломоносов и вы пробиваетесь вам может повезти это не немножко нарушает стройность картина такого вот расизма но расизма она не разрушается такой расизм есть это презрение вообще к тем кто вы просто так вы просто муглы чё с вами разговаривать ну я бы хотел здесь оспорить позицию с моей точки зрения как раз произведение джоан роллинг отражает совершенно не это то есть маглы да я предпочитаю старый перевод где муглов называли маглами маглы в этой книге никак не выглядит какими-то лицами второго сорта категории второго сорта про них там вообще очень мало говорится так они вообще не предмет том-то и дело да и в этом смысле вместо того чтобы народ был этим самым предметом и субъектом вот и волшебники волшебники по сравнению с обычными людьми не выглядит никакой высшей расы волшебники точно также могут быть бедными точно также могут быть несчастными точно также могут испытывать какие-то психологические социальные личные медицинские проблемы вот поэтому эти два мира они по сути никак не пересекаются и человек который не волшебник он волшебником стать не может но и и волшебник не может отказаться от своей волшебной жизни и жить как человек не наделенный вот этим волшебным даром но при этом они существуют параллельно они не состоят в какой-то иерархии по отношению к другу во всяком случае в тот момент когда мы когда начинается действие этого произведения вот поэтому с моей точки зрения волшебный мир является просто метафорой в данном случае является метафорой нашего человеческого общества а все волшебные атрибуты которые там введены которые кстати продуманы автором очень хорошо на мой взгляд они просто создают атмосферу волшебные сказки и благодаря отчасти благодаря именно скрупулезному описанию этих атрибутов там и метел и котлов и гвидич вот эта игра спортивная в которой играют волшебники и всего остального мы собственно и полюбили эту книгу потому что она она вот настолько интересная она создает оригинальный необычный мир а все оригинальное необычное она всегда интересно но при этом люди волшебники да которые живут в этом оригинальном и обычном мире они испытывают все те же самые чувства в этом волшебном антураже все те же самые чувства что и обычные люди да они любят ненавидят переживают там и так далее вот и социальные проблемы которые существуют в этом мире они точно такие же как и в обычном мире, и поэтому мы можем, потому что, когда мы смотрим на волшебный мир, мы видим, что там есть старые аристократические роды, которые находятся в социальной иерархии высоко, и бедные роды, которые никогда даже не надеются достичь тех же самых высот, которые имеют старые аристократы. Есть разные расы, народности, и к ним разное отношение. И вот именно это и вызывает именно вот эта структура общества, которая описана Роулинг, она и вызывает, скажем, мой основной интерес. Я хотел бы сказать пару слов, почему я считаю симптоматичным появление книги такого рода именно в Англии, несмотря на то, что самое яркое и трагичное проявление расовой теории и расовой практики – это, безусловно, германский нацизм, но, тем не менее, есть основания считать родителями, родоначальниками германского нацизма англичан, англосаксов. Вы совершенно верно говорили о примере очищения жизненного пространства Северной Америки для англосаксонской расы. Сам Гитлер неоднократно говорил о том, что Британия совершила в деле колонизации неслыханное, подразумевая именно вот это очищение жизненного пространства Северной Америки, Австралии, Тасмании для англосаксонской расы. На эту тему есть несколько замечательных книг. Во-первых, я бы порекомендовал всем прочесть книгу Мануэля Саркисянса «Британские корни немецкого фашизма», не знаю, знакомого вам эта работа, очень глубокая работа, это Мануэль Саркисянс, профессор Гейдельбергского университета. В книге Ханны Аронт «Истоки тоталитаризма» много данных по этой теме, несмотря на то, что сама концепция тоталитаризма Ханны Аронт является крайне спорной, но материала там достаточно много. Ну и поскольку меня эта тема очень волновала, интересовалась с научной точки зрения, я посвятил ей первую главу своей работы «Война на уничтожение», где рассказываю о том, какими моделями пользовался Гитлер при разработке своей восточной программы. Так вот, на чём базировалась вот эта англосаксонская стратегия? Она, безусловно, была связана с протестантскими сектами, кальвинистскими сектами, которые, в свою очередь, являлись идеологическим оформлением нарождающегося капитализма. Об этом можно прочесть, например, у Макса Вебера. На мой взгляд, обязательная работа его «Протестантская этика и дух капитализма», которую, в принципе, надо для того, чтобы понимать, как современное общество устроено, это одна из работ, которую надо прочесть. А в чём суть кальвинизма и кальвинистских пуританских сект, которые, собственно, и были первыми освоителями американского континента? В том, что эти секты впервые в рамках христианства разделили человечество на избранных и отверженных. Смысл заключался в том, что Бог ещё до рождения каждого человека предназначил каждого, либо к спасению, либо к аду, либо отверг его. И человек не власть на своих поступках, он либо предназначен к одному, либо к другому, сам он изменить ничего не может, может только в знаках окружающей жизни искать либо божественное благоволение, проявление божественного благоволения к нему. Вот, там, заработал много денег, это значит, что Бог к тебе благоволит. Таким образом, в этом подтверждается божественное благоволение, то, что ты спасёшься. И наоборот, не заработал денег, ты лузер, неудачник. Это значит, что Бог к тебе не благоволит, ты отвержен, Бог тебя отверг. И самое страшное, вот безысходность, которая была заложена в эту логику, безысходность заключалась в том, что ты ничего изменить не можешь. Вот как Бог тебя предназначил, вот так ты и, то с тобой и произойдёт. И в этой жизни, и после смерти. Вот, как эта логика развивалась, когда пуритане прибыли в Северную Америку? Пуритане завезли с собой кучу болезней, которые с североамериканскому коренному населению были незнакомы, вот. И в первые же годы пребывания колонистов в Северной Америке местное население поразили страшные эпидемии оспы, чумы, гриппа, других заболеваний, которых местное население не знало. Вот, у колонистов к этим заболеваниям уже был выработан уманитет, у местного населения его не было, они умирали в больших количествах. И вот самое интересное и трагичное – то, как колонисты истрактовали происходящее. Они истрактовали его в том смысле, что таким образом Бог показывает, что эти люди для него отвержены, а вот выживающие колонисты – это избранные, и эта земля предназначена для них. Вот эта логика стала толчком для уничтожения местного населения, т.е. его можно было уничтожать, и паританские секты, паританские колонисты, они постоянно искали в происходящих событиях каких-то параллелей с Ветхим Заветом, они все ориентировались в первую очередь на Ветхий, а не на Новый Завет, и видели себя вторым богоизбранным народом. И вот согласно Ветхому Завету Господь Бог должен был истребить племена ханаанян для того, чтобы отдать их первому богоизбранному народу, и так и поступил. И пуритане считали, что вот теперь происходит то же самое, но они, вот слово «пурус» означает «чистый», они, пуритане, чистые, истинные христиане, и вот для них Господь освобождает эту землю. Поэтому, а насколько Он для них освобождает, то можно Богу и помочь, и продолжить истребление. И таким образом, в течение, это был длительный процесс, в течение нескольких веков, колонисты уверились в том, что они могут истреблять коренное население либо напрямую, либо убивать его путём отторжения от жизненно важных ресурсов. Самым ярким проявлением является истребление бизонов в Северной Америке. И вот эти фундаментальные кальвинистские постулаты, они были заложены в основании Североамериканского государства, Соединённых Штатов Америки. Ну и в коренной, в островной Англии, на Британских островах эта идеология тоже развивалась и тоже вошла в фундамент Британской империи. Её развивали потом политические деятели и философы XIX века. Самый известный пример – это Бенджамин Дизраэли, который произнёс знаменитую фразу «Права англичанина для меня выше прав человека». И вот он осуществил такую биологизацию ветхозаветных представлений о богоизбранности. Он первым заявил о том, что богоизбранный народ тот, у которого чистая кровь, он мечтал. А отсюда мы уже подходим к своего рода наследнику Дизраэли Сесилу Роцу. Вот мы часто, я неоднократно в разведопросах цитировал знаменитый отрывок из произведения Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Там он, ссылаясь на Уильяма Стиде, знаменитого британского журналиста, описывает эпизоды из биографии Сесилу Роцу. Сесил Роц – знаменитый колониальный деятель, в честь которого названа Радезия, такая южноафриканская колония Великобритании, который развязал в своих интересах Англо-Бурскую войну в конце 19-го, в начале 20-го века. Так вот, Сесил Роц однажды посетил рабочий квартал, и как он пишет, я услышал там постоянные крики «хлеба, хлеба». И возвращаясь домой после этого визита и раздумывая, я понял, что спасти Англию от гражданской войны между, грубо говоря, богатыми и бедными можно только одним способом, с помощью империализма, т.е. натравить своих бедных на других ещё более бедных, а для того, чтобы всё это было убедительно, для того, чтобы своим бедным внушить, что вот тех можно истреблять и грабить, необходим был расизм как инструмент. И в конце 19-го века вот эти расистские идеи, они разгорелись с новой силой. И, конечно, множество, основной идейный фундамент для этого был разработан в Англии. А поскольку Англия была очень успешна в этом направлении, то есть могущество Англии основывалось на расизме и на господстве, и на истреблении отчасти, хотя Америка откололась от Англии, и Великобритания как государство потерпело поражение в войне с Америкой, но как цивилизация, основанная на единых принципах, Англия и Америка представляют в принципе единое целое. Поэтому противоречий никакого здесь нет. Безусловно, Гитлер, который очень хорошо знал историю в Великобритании, он на это ориентировался, он понимал, что вот это путь к успеху, и если действовать точно так же, то успех настигнет и Германию, и она сможет конкурировать с Англией и займёт своё место под солнцем. Но самым перспективным пространством, которое следовало покорить и зачистить с точки зрения Гитлера для Германии, была Россия. Это один момент про появление, и симптоматично, что книга о расовой теории, самая популярная книга о расовой теории, Гарри Поттер, она появилась именно в Англии, потому что параллельно с развертыванием вот этой вот истории про расовое превосходство англичан и британцев в английском обществе шло и противодействие, и критика, конечно, безусловно, этой теории. И любое действие рождает противодействие, и вот с моей точки зрения, я этого не знаю, но мне кажется, это симптоматично, что именно в Англии, в Великобритании появилась такая книга, потому что фундамент английского сознания заложено как и расовое превосходство, так и противодействие этому. Игорь Николаевич, я бы кое-что добавил к тому, что вы сказали, а именно взял бы не Ветхий Завет, а Новый, поскольку Ветхий Завет, как правило, не читают, это я уже точно знаю, таскают маленькую книжечку, а труда своего употребить на то, чтобы изучить Библию, а это полезно, потому что это серьёзное произведение, и многие идеи оттуда перекачёвываются в самые разные произведения, в том числе и научные даже произведения, а уж не говоря уже об искусстве. Так вот, напомню вам из Нового Завета, женщина, ну, во-первых, там есть притч о дикой лозе и культурной лозе, когда есть народ, один народ – это дикая лоза, а другой народ – это культурная лоза, вот это богоизбранная, это в Новом Завете, это уже не в Старом Завете, это не то, что, так сказать, это, как выбросил Христос, Христос это с собой взял оттуда, раз. Второе, приходит женщина к Христу с просьбой вылечить её дочь, дочь ослепла. Ну, вот это было такое счастливое время, когда доказывали церковники тем, что они, так сказать, могут делать чудеса, они с ссылкой на Христа, а непосредственно вы, если покажете, что вы можете вылечить кого-то, то я и поверю, а если вы не докажете, то я и не поверю. Ну, вот, Христос ходил и излечил людей. Вот приходит женщина с дочерью к Христу и говорит, вот, она не принадлежала к избранному народу, вот, излечи меня, пожалуйста, вот, излечи мою дочь, она ослепла. А что Христос отвечает? У меня, вот, если у меня не хватает хлеба для людей, что я должен бросать его псам, вот как отвечает Христос на эту просьбу женщины. А женщина, очень умная, говорит, ну, если это твой пёс, разве ты допустишь, чтобы он подох с голоду? Христос тогда так как-то сразу среагировал на это безречение. Ты права, женщина, я то излечу твою дочь. Так что вот есть такие мотивы и есть на что опираться. И поэтому, когда мы видим, ну, некое слепое, так сказать, непротиворечивое изображение, в том числе и религиозных книг, в том числе и Библии, то это, конечно, не соответствует. Действительность и история не соответствует. Это раз. Второе, вот, вы же сами говорите, что существует два мира. Люди волшебники и люди не волшебники. И они существуют параллельно. А когда вот они существуют параллельно? Это называется сепаратизмом, между прочим. Егор Николаевич, чистый сепаратизм. Одни отдельные от других. И вроде они приходят, и общаются, и даже где-то учатся вместе. И боли у них те же самые. Я вообще хочу сказать, что если мы поставим вопрос так, что вот, а вот не мучаются ли люди, не тяжело ли у них на душе? Да у всех убийц тяжело вообще на душе, когда они убивают. Они тоже, может, страдают. У них есть болезни. Они могут гриппом заболеть, ветрянкой и другими болезнями. Потом, если вы возьмёте судьбу руководителя Рейха, это плохая судьба. Видите, все, как они. Кто сам отравился, кого убили, кого повесили. Вот как они страдали. Может быть, даже больше страдали, чем некоторые другие, которые на поле боя были. Поэтому, если вы возьмёте, скажем, нынешних представителей богатой, так сказать, части нашего общества. Хотите в Англии, хотите в России. Вот вам же больше приходится страдать, чем нам. Вот я иду спокойно по улице. Никакого смысла нет меня убивать, потому что сейчас уже всё профессиональное. Ну, какой смысл кого-то убивать, когда есть люди с деньгами? Надо сначала знать, сколько денег, сколько на счету. Выяснить, есть ли земельный участок, есть ли машина. Как всё это забрать? Только потом применяются эти средства. Причём участвуют в этом тоже очень богатые исполнители. Они выбрасывают потом это оружие, оно им не нужно. Автомат, он дорого же стоит. Его бросают на месте этого дела. Поэтому мы наблюдаем, что мучаются представители высшего нашего класса. Они счастья-то не получили. Вот они богатство получили, но их же убивают, стреляют. У нас вот недалеко от университета проезжал один такой на хорошем бронированном автомобиле, ну, так сказать, вот отделённый от других. У меня нет автомобиля, у вас, наверное, не бронированный, если есть. Так? Нет, я на Убаре езжу. Ну, не бронированный. А вот то сбронированный был. Ну, так поставили на него, наставили базуку и грохнули, значит, этого самого владельца этого автомобиля, и эта броня не помогла. Или, если вы помните, был очень богатый депутат один законодательного собрания, по-моему, Новоселов. Вот. Вышел человек, подошёл к машине, когда тот садился в машину, сверху поставил бомбу, отошёл, она сразу оторвала голову этому депутату, и, так сказать, задача была решена. Так что это мы наблюдаем. Они самые главные объекты взрывов, нападений и так далее. И они, и, так сказать, лица, которые особо охраняются, на них тоже собираются нападать. То есть, меньше нападают на простых граждан, но это, можно сказать, только о злодеях, которые есть. И вот второе, ещё одну тему, которую я хотел бы поднять. Ну, вот как-то странно, у нас столько зла и столько злобы и столько горя в мире, в действительном, вот сейчас. И вот авторы такие талантливые, как писатель, который написал эту книгу, но и другие талантливые. Они-то в чём угодно пишут, там, о пришельцах делают фильмы, о том, чего не бывает. Это же всё тоже о колдунах. Хотя это, так сказать, изображается якобы технический, научно-технический прогресс и так далее. А в это время у нас острейше идёт борьба с убийцами, и этих убийц очень много, и они могут убить в любой момент. И с ними поступают. Эта книга о том же самом просто. О том же самом. Она поэтому и популярна, потому что люди видят, и в этой книге, конечно, выхода нет. Я думаю, требовать от автора, чтобы он ещё и выход показывал, но это, я думаю, неправильно. Это всё равно что-то от Льва Толстого требовать какого-то выхода, чтобы он показывал, а что нужно делать, за что бороться и так далее. Это не задача художника. Я совершенно согласен. Человек написал прекрасную книгу, изобразил то, что есть. То, что есть. Это безысходность, которая есть. Ну как, ни у кого нет выхода. Ни те, которые в отдельном, сепарированном положении находятся. Волшебники, они тоже ни от чего-нибудь не застрахованы. Они тоже могут, они ещё погибнуть могут скорее, потому что у них постоянная вражда. Вот эти самуглы или маглы, они вот живут и работают, и за ними так просто не охотятся. Но они могут попасть в любой момент по-другому. Вот они могут свалиться. А вот вы знаете, Гарри Поттер не раз уже его куда-нибудь падал, и вдруг он не разбивался, потому что он защищён какой-то силой. Так что у него есть некоторые моменты. И другие знают раз и сел в случае чего на метло, если на вас едет уже локомотив. А вот если это не мугл, не магл, то если на вас едет локомотив и не успели убежать, срались, то итог совершенно предрешён. Поэтому тут есть, конечно, сепаратизм определённый. Ну вот как туда попасть? Ну как сделать так, чтобы тебя спасало? Во-первых, никак не спасёшься, если вот попадёшь в волшебники, там столько проблем. И вот эти проблемы окружают постоянно. То есть, того же самого Гарри Поттера. Всё время, всю жизнь надо бороться. То есть, никуда ты не уйдёшь от того, чтобы бороться. Да ещё, вот есть несколько друзей, которые ему помогают, а есть ещё помощников этим всем тёмным силам, которые помогают этим тёмным силам. И это постоянная борьба идёт. Книга хорошо показывает, что вся жизнь есть борьба. Только разная, по-разному можно показывать борьбу. И, конечно, из этой книги, по-моему, следует очень точно в одиночку эту борьбу не выиграть. Не выиграть. И поэтому выигрывают и создают другую жизнь люди, которые соединяются, причём простые люди соединяются и устанавливают другую жизнь. А иначе выхода нет. Вот, по-моему, итог этой книги. Я немного продолжу. Значит, по поводу расовых теорий. То есть, на примере англосаксонского покорения Северной Америки и Австралии мы можем сделать вывод, что расизм часто служит инструментом ограбления колоний. Конечно. Вот. Но расовая теория также применяется и по отношению к одному народу. Давайте посмотрим, в каких ситуациях. Значит, Великая Французская Революция подняла популярность, появившись ещё в начале XVIII века, теории французского философа графа Андрии де Буленвилье. Что это была за теория? Очень интересная. Она гласила, что высшие классы французского общества – это потомки германцев, а низшие классы – это потомки галлов. Вот германцы завоевали галлов, и так с тех пор их социальное расслоение и зафиксировало вот эту вот расовую разницу. Соответственно, французская революция в среде французской аристократии, которая была вынуждена эмигрировать, кстати, может быть, кто не знает, но значительная часть французской аристократии эмигрировала в Россию. Все знают про исход русской эмиграции в Париж, но в конце XVIII века французская эмиграция, наоборот, бежала к нам. Вот, например… Более, тут по-французски многие говорили в это время. Да, да, ну вот, например, у нас в Гатчине находится Париоратский дворец, это дворец, выстроенный для принца Канде, который, правда, там не жил, но, тем не менее, его тут готовы были принять. А вот другой знаменитый французский эмигрант Тамада Тамон выстроил на стрелке Васильевского острова знаменитое здание Биржи, ну и таких людей было много, вот в честь одного, ещё одного из них, адмирала де Треверсе, он стал морским министром Российской империи, его назначили, и в честь него названа Маркизова лужа, то есть, та часть Финского залива, которая до Кронштадта, у нас находится от города до Кронштадта, и этой вот акваторией министр де Треверсе ограничил плавание русского Балтийского флота. Вот, в честь этого, собственно, эту акваторию назвали Маркизовой лужей. Ну так вот, та часть французской аристократии, которая бежала из Франции, она активно исповедовала теорию Болинвелье и считала, что трактовала французскую революцию как бунт низшей расы, иноплеменных, покорённых ими некогда рабов, галлов против расы господ, германской расы, и у аристократии других государств искала поддержки, считая, что это вот их братья не только по социальному положению, но ещё и по крови. А там восставший хам, ну и так далее. Значит, ну что самое интересное, что во время революции в России произошло ровно то же самое. Я впервые задумался об этом, когда читал в «Окаянных днях» Ивана Бунина, где он пишет, что он глядит на красноармейцев и пишет, сколько лиц бледных, скуластых, белоглазая чуть, белоглазая чуть, с точки зрения Бунина и ряда других, в основном правых, эмигрантов, которые потом осели в Берлине преимущественно, это был бунт другого народа, не просто крестьянство, рабочих, не просто бедноты, это был культ, это был бунт именно другой расы, другого народа. Мы слово «раса» в данном случае употребляем в значении «народ». И симптоматично вот среди тех эмигрантов, которые осели в основном в Берлине и симпатизировали нацистскому режиму, там был такой, значит, один крайне правый деятель Марков II, который сказал уже в годы, когда Гитлер пришёл к власти, произнёс фразу, вызвавшую большой резонанс о том, что настоящий русский – это русский, это славянин с примесью немца, и только в этом случае он имеет возможность раскрыть свою истинную натуру, только когда с примесью немца. Когда генерал Деникин в Париже прочитал эту фразу, он пришёл в шок и написал, что дальше в холопском усердии зайти просто невозможно. Ну вот зафиксируем, что в тот момент, когда происходит какой-то социальный разлом или назревают какие-то социальные проблемы, очень часто появляется, скажем так, внутренняя расовая теория, которая призвана демонизировать низшие классы, вот, а цель очень простая – это удержать своё социальное положение. Но надо сказать, что мы не только должны зафиксировать, что говорили, так сказать, реакционеры, а должны сказать, что были силы, которые с этим боролись, и на какой основе они боролись. Вот как раз перед великой французской буржуазной революцией, очень озабочен бывший правящий класс, то есть феодалы французские, тем, что у него власть отберут. И поэтому он хватался за любые теории, в том числе и за ту теорию, которую вы изложили, и вообще проводил линию на то, что править вообще государством могут только высшие классы, все те, кто были феодалами. А если они ещё чистых кровей, так тем более. Поэтому буржуазея для того, чтобы ей решить свою проблему и получить власть, ей нужно было разрушить эту теорию. И она была тогда прогрессивной, в отличие от нынешнего времени, когда она собирает снова всякое старьё духов, колдунов, злых ведьм и так далее, в поддержку себя. А это было время, когда, или для того, чтобы занять умы людей тем, что пусть они не решают реальные проблемы нашей жизни, пусть они думают о том, как получить там волшебную калочку и ездить на метле. И вот в это время выступили французские буржуазные историки, имена их хорошо известны, это Терри, Минье и Гизо, с идеей о том, что вообще-то управлять государством могут любые классы. И они разработали теорию классов и теорию классовой борьбы. Ну вот мне приходится спрашивать, а кто разработал теорию классовой борьбы? Обычно отвечают Маркс. Маркс в письме Квейдемейеру открещается, говорит, нет-нет-нет, это не я, французские буржуазные историки разработали теорию классов и теорию классовой борьбы, а английские экономисты разработали анатомию классов. Поэтому, ну как можно разоблачать или что противопоставлять этой расовой теории? Этой расовой теории противопоставляется теория классовой борьбы, которую разработали французские буржуазные историки тогда, когда буржуазия была прогрессивным классом. И вот, хотя это было именно дело буржуазии, сегодня та же самая буржуазия, которая как бы обырызгла и обдрябла, как говорил Маяковский, она теперь пытается доказывать, что в духе этих расовых теорий, но уже в социально-расовом смысле, что вот только потомки этих богатых и дети этих богатов и вообще богатые люди могут управлять. И прибегает она к этому, между прочим, к тем аргументам, которые вы уже тут фиксировали, что, дескать, если у вас мало денег, значит, вы, наверное, не бедны. Если вы такой умный, а чего вы такой бедный? Значит, если вы не успели набрать себе богатство, не наворовали, не нахватили, несмотря на то, что… Я с вами соглашусь отчасти только, потому что не только в классовом, в социальном смысле эти теории возрождаются сейчас, но и в своей классической форме, в форме расовых теорий. Естественно, а почему? Да потому что если капитализм, империализм стал загнивающим, значит, он идёт теперь не вперёд в сфере идеологии, а идёт назад. И тогда оно начинает эту плёнку крутить наоборот. И тогда всплывают все вот эти расовые теории, которые вроде бы давно были изжиты, причём передавали, но точно так же, как отношение к религии. Что сделала французская буржуазная революция и её вождей? Они сказали, что церковь мы отделяем от государства, школу от церкви, ну а нынешние буржуазные вожди соединяют церковь с государством снова, религий, а религий много, причём есть такие ветви этих религий, которые ставят свои задачи неверных убивать, причём ценой своей жизни, чтобы этих неверных взрывать, а мы сразу улетаем в рай, если смертники, если не смертники, то ещё лучше. То есть, мы наблюдаем, что вот эта игра с религией и движение назад, так же, как игра с этими расовыми теориями, которые снова поднимаются, она нам может принести самые тёмные и неприятные страницы, потому что это заигрывание очень дорого может стоить человечеству вообще. Ну вот современная расовая теория, с которой я ознакомился, она звучит так в современной России, что есть русские, а есть, как вы думаете, кто? Не знаю. Советские. Есть русские, а есть советские. Русские и советские – это два разных народа на самом деле. Значит, русский народ, он обладает всеми положительными качествами, он и способен, естественно, управлять, двигать страну вперёд, а советские – это антирусские, советские – это люди, которые тормозят всяческие развития, и советские – это те путинское большинство, так называемое, которое обладает, наоборот, всеми демоническими качествами, глупая, необразованная, пьяная, готовая верить тем, что говорят с телевизора и готовая поддерживать любую власть, которая кормит их какими-то байками. Вот это советские. В советских значительно больше, а русских меньше, но как бы… и я вот недавно на известном ресурсе читал статью, которая говорила, что нужно построить свою Голландию в России, свою Голландию, окружённую внутренней Индонезией, где… Ну а Мармонович новую Голландию же делает. …где русские будут эксплуатировать советских, а советским это, в принципе, будет нравиться. Ну, я думаю, что так и есть, новые русские, новые русские и платируют советских, т.е. новые русские богатые, которые богаты не от своего, так сказать, не от своих способностей, не от организаторского таланта, и не от изобретательства, и не от инженерного знания, как было, когда первое издание было капитализма в России, то кто шёл в капиталисты? В капиталисты шли самые передовые люди, и они, эти передовые люди продвигали промышленность, сельское хозяйство, они науку двигались, да? Сейчас кто пошёл в новые русские? Ну, золотая цепь на дубитом. Новые русские ничего не создали, поэтому так много советских, хоть сколько их не клянут, так много советских не потому, что вот люди идеологически привержены, у них там самые разные взгляды, но они смотрят и видят. Страна возрастала, Советский Союз, она была второй страной в мире, а по некоторым позициям была первое время в мире, по образованию, по науке, конечно, первое в мире, потому что если вот мы берём, просто мы немножко, так сказать, начнём считать, как такие элементарные экономисты, если у нас была производительность труда вторая, нет, не вторая, третья в мире, на втором месте стояла после Соединённых Штатов Америки и Франции, третья мы были страной по производительности труда, если мы были вторыми по объёму промышленного производства, по богатству мы уступали Соединённых Штатов Америки, а первыми вышли в космос, первыми запустили спутник, первыми мы запустили человека в космос, мы первыми, американцы первыми создали атомную бомбу, а ядерную бомбу создал первым Советский Союз и тем самым гарантировал мирное сосуществование, а не уничтожение Советского Союза, которое, как известно, планировалось. То есть, в советские времена каждый год строились по тысяче заводов, а сейчас, что мы имеем, а сейчас научились эти новые русские, они продают нефть, то есть, черпают ресурсы, которые разведаны в советское время, и потом они, значит, эти деньги продают, причём везут туда, они не переработаны, не то, что надо было бы переработать и там получить с большой прибылью, нет, вот прямо ту самую нефть без особенной переработки отправляют нефть и газ туда, за границу, а потом на эти деньги, и поэтому так важный и самый главный экономический вопрос, какая цена на нефть. Ну, нету никакой нефти в Японии, нету, она прекрасно обходится без нефти, без угля, без всего остального, потому что там развивается обрабатывающее производство. Как у нас с обработкой? У нас сто раз снизилось станкостроение, только-только сейчас какие-то ростки появились, появилось предприятие стан, который начинает делать хорошие станки, а бывшие станки загубили. Машиностроение, посмотрите, у нас ничего не осталось в лёгком, в производстве легковых автомобилей, потому что вот Владимир Владимирович ездил, калину там рекламировал жёлтую, а чья калина теперь? Это франко-японская, Рено-Ниссан, а есть ещё УАЗ, у нас завод по производству легковых автомобилей, там написано патриот. А на каком языке? По-английски. А тут если написано патриот по-английски, это патриот какой страны? Как вы мне объясните? Это что? Русский это звучит, наверное, плохо, а вот эти русские, они на английском языке говорят, и они на английском языке пишут нам все названия, и они равняются не на лучшие образцы, которые есть в Америке и в Англии, правда, там замечательные есть образцы, и в науке, и в культуре, и в искусстве, и так далее. Нет, они равняются на сильных мира сего, потому что они пыжатся тоже стать сильными мира, а вторые сильные не нужны, поэтому они оказываются просто компрадорским капиталом, который денежки получает за уничтожение всего советского. И вот это уничтожение всего советского позволяет им пробиваться, как вот этим новым русским, и тем самым попадать в некую особую когорту, которая существует. Но не сказать, что они счастливыми являются, я думаю, что вы уже высказали такую мысль, я только горячо к ней присоединяюсь. Счастливыми, конечно, они являются, народ их ненавидит и вовсе не уважает, и никакого уважения нету нигде, и попытка их вообще как-то изобразить хорошими людьми даже не получается нигде в искусстве. То есть вот деньги есть, всё есть, они любят их народ, не только не любят, ненавидят и издеваются над ними постоянно. Дескать, вот летят в самолёте, объявляют Баден, Баден, а этот новый русский говорит, ну зачем два раза повторять, что мы не лохи и так далее. Или все повторяют, пушкинские строки, золотая цепь над убитом. Ну ясное дело, дубы, понятное дело, откуда у них это богатство? От трудов праведных не наживёшь палат каменных. И мы прекрасно знаем, откуда и как получаются эти деньги. И сколько их ловит. Вот людей бедных не ловит в Следственный комитет, но он ловит этих всех богатых, которые хотят стать ещё богатым за счёт нашего грабежа. Ничего не создают, грабят и так далее. Ну чем могут похвалиться? Ну скажите мне завод, который вы построили. Расскажите, что вы сделали. Электростанцию какую-то мощную сделали. Прорыв какой-то в науке сделали большой. Ну не могут пока не дотягивать до Советского. Вот Советский сделал ракеты Сатанава, которых десять разделяющихся бы иголок. Всем понятно, что они легко преодолевают систему, американскую систему ПРО. И они ещё стоят, хотя старые. Не все распилили на американские деньги. А ну что мы сделали? Сначала моноблочную ракету Тополь, теперь Ярс четырёх. Вот сейчас идёт на вооружение. Четыре. Ну до десяти ещё далеко. Поэтому пока ещё рано говорить о том, что вы догнали Советскую. И вот даже оскорбительный Совок, который, скажем, мне казалось, это очень оскорбительно. Сейчас продаются консервы, все берут с удовольствием Совок. Потому что там вкусное мясо, там ещё и мясо есть. А если вы возьмёте не Совок, там мяса вообще нет. Так что тут всё переворачивается. И какие у нас главные фигуры? Как начнут выяснять, кто у нас на самых первых местах по опросам населения? Ну кто? Кто? Сталин и Ленин. Ну кто из богатых? Вот сейчас у нас пользуется уважением, что начнут и вот друг Абрамович, или Лисин, или Потанин, или ещё кто-нибудь. Ну кто там? Ваксельберг, может быть. Ну где вот эти вот богатые? Где и кто их прославил? Да невозможно их прославить. Невозможно, потому что не за что их особенно прославлять. Ну богатые они, ну и что? А в деньгах счастье, говорит наш народ. Поэтому может быть очень богатым, а счастливым не родись. Красивым, а родись счастливым. Может и родиться богатым, а счастья можешь не увидать. И откуда вот эти решётки вокруг окон, что они всё время за решёткой сидят. Вот огромные, бывали на Рублёвке там стены так, по 5 метров эти, да двойные ещё. И вот такая кривая дорога, кривая, наверное, чтобы не простреливали. По сравнению с этой Рублёвкой, наше Приморское шоссе, ну это просто вот лучи прекрасные там, если вжих и едешь. А там, и всё это вот, вся эта жизнь всё время под охраной. Детей никуда не выпустишь. Детей могут украсть в любой момент. Причём, ну конечно, крадут детей богатых, ну зачем красть детей бедных, от них толку нету. Поэтому, конечно, там тяжёлая жизнь, надо посочувствовать. Поэтому вот в этом романе показано, что вот эти вот колдуны, которые у них и палочки, у них и они могут и в четыре мяча играть, так сказать, сразу в такой футбол воздушный, в трёхмерный футбол, я бы сказал. Это вот здорово. Не двумерный, а в трёхмерный футбол. Дам три мяча. А? Три мяча. Три мяча. А там что? Дам четырёх, это четверо ворот. Значит, я не разобрался ещё. Видите, как сложно? Поэтому я туда не подхожу. И на метле я не умею ездить. Ну что делать? Но я хочу сказать, что проблема у них там, видимо, не видимо. И все они всё время в страхе. Вот этот страх, который одолевает всех богатых мира сего, он там постоянно присутствует. И тут вроде принцип совсем другой там. То есть там нет упора на то, что они очень богаты. Нет, ну просто они какие-то волшебниками. А в чём волшебство? Волшебство сейчас в нашем мире денежном состоит в том, что то, чего у вас нет, если у меня есть деньги, сейчас будет. Это волшебство. Смотри, мне палочка. У меня не палочка, а карточка. И с помощью этой карточки сейчас мы приведём с любой стороны. У вас там плохие продукты. Сейчас мы закажем, у нас будет из фермерских хозяйств очень хорошее и так далее. То есть сейчас волшебников очень много. И они все грустные ходят. Почему грустные? А никто их не любит. Вот беда. И вот всё это изображено в этой книге замечательно. Надо её всячески хвалить. Возвращаясь к расовой теории... То есть вас не собьёшься с этой расовой теорией, я понял. Да. Я с этим не спорю. Я просто хотел бы утвердить очень важный, причём мы перейдём к расовой теории непосредственно в романе, я просто хотел бы утвердить очень важный момент, согласитесь вы или нет. То есть мне кажется, что на трёх примерах, пример Великой Французской революции, где французский народ идеологами старой феодальной знати был разделён на потомков германцев и потомков гаалов. Русской революции, где правая русская миграция делила на, собственно, русских, правда, с примесью немцев, и на аморфную славянскую, в лучшем случае, массу, а в худшем случае белоглазую чуть. И современная расовая теория, она на самом деле расовая, которая делит всё население нашей страны на русских и советских, все эти три теории, и вот эта историческая ретроспектива, она особенно ярко это высвечивает, они всегда имели целью для высших классов сохранение имущества, сохранение капиталов. Вы согласны? Это инструмент сохранения капиталов. Конечно, разделяй и властвуй. Это же разделение. То есть, расовая теория, которая разделяет ваш народ, народ любой страны пополам, в которой меньшая часть предстаёт высшей расой, а большая часть предстаёт низшей расой, она всегда является признаком попытки высших классов сохранить свою… Закрепить и сохранить свои капиталы. Всегда. Всегда. Почему? Потому что она опасается демократического движения снизу. Она опасается потери этих капиталов. А раз опасается, она должна пойти на что? Она берёт самые, так сказать, обветшалые, может быть, концепции, и они становятся концепциями сегодняшнего дня. Совершенно верно. Вот об этом книга Гарри Поттера, с моей точки зрения. Об этом книга Гарри Поттера. Что мы наблюдаем в этой книге? В этой книге мы наблюдаем злого волшебника Волан-де-Морта, но он не один же такой. То есть, если бы Волан-де-Морта… Сам знаете кто? Ну, да. Мы-то не боимся Волан-де-Морта. Не знаю, это вы не боитесь. Хорошо, я не боюсь, а вы, может быть, не дочитали ещё пока, поэтому страшновато, я понимаю. Так вот, он не один сам по себе. Если бы он был один, то всё волшебное сообщество объединилось, наверное, его уничтожило. Но он имеет большую поддержку. А кто его поддерживает? Это очень симптоматично. В первую очередь его поддерживают старые аристократические роды. Это для тех, кто там читал или смотрел фильм, это Блэки, это Малфоя, это Ле Стрэнджи, то есть аристократическая знать волшебного мира, которые одновременно являются и аристократами, то есть представителями вельможного вот этого круга. Ну, настоящие англичане. Да, настоящие англичане. А с другой стороны, они являются главными держателями капитала, потому что одновременно понятно, что это очень богатые люди, которые… Наиболее ярким представителем является Люсус Малфой, вы помните такого персонажа, да? Отец Драко Малфой, главного соученика Гарри Поттера, с которым у них возникли и развиваются негативные отношения с самого начала. Вот, собственно, вот эта та свита, которая делает короля. Без этой свиты Волан-де-Морт бы не состоялся, все бы против него объединились и уничтожили бы его. Но он вербует армию, и вот эти аристократические круги, они постоянно его поддерживают. Они приходят на его зов, они предоставляют ему свои резиденции для проведения совещаний. И, в конце концов, именно они становятся костяком его армии. Что их привлекает? Почему? Эта книга не до конца очевидна, но почему он им нужен? Потому что он с помощью вот этой расовой теории, теории о чистокровных, о том, что только чистокровные волшебники могут управлять волшебным сообществом, а все остальные должны им подчиняться и даже, более того, быть их рабами, это как раз инструмент консервации своего привилегированного положения. Именно поэтому драка Малфоя так раздражает Гермёна Грэнджер. А Гермёна Грэнджер, её родители маглы, а она сама волшебница. Будешь хорошо учиться, станешь волшебником, как показывает биография её. Нет, она нехорошо учится и становится волшебницей. Она очень хорошо, она занимается больше всех. Нет, дело-то не в этом, она родилась волшебницей, она волшебница по рождению. То есть, я правильно понимаю, как не учись, если ты не родился волшебником, все ничего не получится. Да, но вы, Михаил Васильевич, постоянно пытаетесь настаивать на этой сепарации, а я это не воспринимаю как инструмент демонстрации, что волшебники – это какая-то высшая раса, а маглые люди – это низшая раса. Это не так. Это просто два параллельно существующих. Мне понравилось быть волшебником, я почитал волшебникам такие возможности. Сейчас я раса, и мне и метро не надо, сейчас улетел бы, и всё, и я уже дома. Они испытывают там определённые проблемы от того, что именно они волшебники. Ну, у всех богатые тоже плачут, это известно, конечно, плачут. Они не богатые, там есть и богатые как раз, я же показываю, что есть аристократические роды, а есть, например, семья Уизы. Я думаю, что вот не совсем так. Это там ничего, конечно, в книге такого буквально нет из того, что я говорю, и ничего буквального в художественной литературе и не может быть. Просто речь идёт о том, что искусство вообще поднимается из основ материальных мира, и оно по-разному может это выражать. Это может выражать волшебников и обычных людей, или ещё в какой-то форме, или в смысле расов, или в смысле каких-то особых племён, или особых каких-то слоёв и так далее. То есть, в искусстве всё... Но что это вот, откуда идёт это отражение? Что отражается? Всё равно основа, основа есть она в обществе, она присутствует, и она так или иначе фантастически может изображаться разными писателями, разными художниками. Безусловно, но волшебный мир является метафорой нашего реального мира. Да, конечно. В данном случае. Конечно, реально. А в реальном, поэтому мы должны в реальном мире увидеть корни и сущность того, что есть в этих фантазиях. Вот, корни и сущность того, что есть в этих фантазиях, это именно попытка высших классов сохранить своё привилегированное положение. Но эти высшие классы, они уже имеют привилегированное положение не по, в данном случае, не по происхождению, а по богатству уже капиталистическому, но они привлекают эти теории для того, чтобы его закрепить. Вот это вы прогласили, я с этим совершенно согласен. То есть, им нужно эту теорию взять на вооружение, тогда они чувствуют себя прочнее. Они чувствуют, что есть определённая социальная ненависть к тому, чем они владеют, и к ним самим, потому что это не выражается в их каких-то знаниях, умениях и так далее. Потому что люди, не обладающие вот этими богатствами, тем не менее, может быть умнее и способнее, и начитаннее и так далее. Поэтому им нужно взять на вооружение ещё вот это. Они хватаются за реакционные вещи, и вот таким инструментом, реакционным является расизм в разных уже его вариациях. И эти разные вариации, они не такие торчащие, как это было у Гитлера, у немцев, но они всё равно расовые по своей природе. Я с этим согласен. Но в Гарри Поттере это совершенно явно. И вот эти старые аристократические роды, они хватаются, а, за расовую теорию, потому что они-то чистокровные, им нужно, они на этом базируются. Второе, они ставят на фигуру фюрера, в данном случае Волан-де-Морта, они являются его партией именно потому, что он обеспечивает реализацию этой теории на практике. Там никакой демократии нет. И третье, да, и третье – это введение жёсткой диктатуры, которую мы видим в седьмой книге, самая настоящая нацистская диктатура, где Министерство магии полностью подчинено действиям Волан-де-Морта, которое как раз вводит расовую сегрегацию, где идут аресты и увольнения людей с нечистой кровью, начинают выпускаться брошюры, как отличить грязнокровок и так далее, отрицательное влияние грязнокровок на волшебный мир в истории, начинают учебники выпускаться. И сразу же на сторону Волан-де-Морта, на сторону этой диктатуры перебегают чиновники-карьеристы, вроде есть там такой персонаж Долорес Амридж, они сразу же, которые вроде бы до этого были такими верными слугами Министерства магии, вполне себя находили в демократическом мире, сразу же переметнулись на сторону нацистской диктатуры. Так всегда и происходит. Игорь Николаевич, ну вот выхода нет, показывает этот роман, эти цепь романов показываешь, а выхода нет ни у кого, ни у тех, ни у других, ни у маглов нет никакого выхода из нищеты, из этой такой серой жизни, так ни у этих, ни у, если даже вы волшебник и переволшебник, и если вы даже у вас знатный род, тем не менее, вам всё равно нужно охранять себя, защищать себя. Безысходность всё равно, то есть безысходность присутствует, и автор это прекрасно изобразил, безысходность у всех, нет там выхода из этой жизни никакого. И вот эта безысходность передаётся тем, кто читает. Это именно потому, что книжка очень хорошая, очень хорошо она описана, увлекательная. Человек читает и заражается этой безысходностью. А у нас сколько? У нас не только эта книжка, у нас и другие есть книжки, которые настраивают, соответственно, что жизнь надо заканчивать, в том числе смертным образом. И сама автор, как она говорит, что главное у неё, какая главная тема в книге? Смерть. Ну, автор может говорить что угодно, я, честно говоря, не встречался с таким образом. А там всё время идёт, угроза смерти постоянно висит, над Гарри Костером постоянно. И над его врагами тоже, потому что он с ними сражается. Вот Белке не повезло профессору, видите, как в него вселился этот самый Волдеморт. И, так сказать, этот, как говорится, с другой стороны есть, он заикается. Его же не жизнь, это ужасная жизнь. Он сам по себе нормальный человек, а в него вселился нормальный колдун, скажем. А в него вселился вот этот злой колдун. Ну, как это бывает в сказках, нечистая сила. Вот эта нечистая сила в него вселилась, что делать? Он уже несчастный, он на всю жизнь несчастный, пропал человек. И другие, а он может вселяться в новых, новых, новых и так далее. То есть, безвыходность, безысходность. Вот какое действие может этот роман оказать? Ну, к чему он может призвать? Вот скажите, пожалуйста, к чему? Вот я прочитал и хочу вот что-то, что я должен сделать хорошее, что под влиянием этого романа? Вот скажите, что? Ну, ко многим вещам этот роман может призвать. Во-первых, он призывает к классическим ценностям человечества. Дружба, любовь, взаимоподдержка. Дружба, любовь, взаимоподдержка. Это первое. А выход есть? А выход есть из этой жизни? Нету. В этом то в том числе нету. Это поддержание всего жизни. Для того, чтобы спасти какое-то существование, обеспечить временное, непрочное, зыбкое, и дружба, и поддержка, и знания, и всё. И всё зыбко. Всё зыбко. Почему? Потому что в любой момент может произойти, что… Ну, а что вы хотите, чтобы исторический материализм Джон Роулинг изложил? А я не просто хочу, я говорю, вот возьмите то же самое историк Хаттабыч. Что не хотел, это колдует, а Волька ему говорит, зачем это всё нужно? У нас всё есть, мы сами сделаем, мы сами строим, мы сами создаём, мы сами играем. Нам не нужно это вот колдовство твоё. Он ему объясняет, ты только портишь нам этим своим колдовством. То есть, бывает другая жизнь, эта другая жизнь уже описана, и это описано другими писателями, между прочим. Лазарий Логин его зовут, этого писателя, автора этого. Я знаю, я читал фильм. Ну, это хорошая ли книга? А фильмы какие хорошие, замечательные. То есть, бывает другой мир? Бывает, но этот мир другой, тут не представлен. И это совершенно нормально, потому что здесь изображён тот мир, который есть сейчас, и в этом ценность этой книги. Я говорю, что если так автору удалось показать безысходность этого мира, это говорит о том, что этот мир умирает. И надо, чтобы он скорее умер, этот мир. И пришёл другой мир, который, между прочим, рождается в других странах. В том же самом Китае 130 миллионов пионеров, которых вот эти вот проблемы не мучают колдунов. Да, всех мучают одинаковые проблемы на самом деле. Нет, они кажутся одинаковыми. Просто надо понять, что люди все люди, у всех есть дружба, у бандитов есть дружба, у этих самых уголовников есть дружба, у них есть свой коммунизм, называется, вот есть Пахан, у них свой руководитель, у них есть отношения, так сказать, там, у воров в законе, что нельзя идти на мокрое дело. Всё это можно изображать. Но можно всё представить примерно так, что вот можно рыться в навозной куче, и всегда найдёшь там зёрна. И много зёрен найдёшь. Можно их промыть, потом можно эти просушить, потом можно их смолоть, и потом можно сделать из них пирожки. А можно взять и посеять вот зерно прямо на поле. Хотите азимы, хотите яровые, и получить пирожков больше и лучше. Поэтому я согласен, что какой бы вы категорию вообще не взяли, и в соответствии с расами и стратами, нациями, какой бы вы слой или какое бы деление ни предприняли, в любом социальном каком-то организме всегда есть проблемы. Беспроблемной жизни не бывает. Если книга это учит, потому что всегда будут проблемы, это очень хорошо, потому что эта беспроблемность нам дорого дала. Эта книга учит. Этому тоже учит. Эта книга учит не это. А чему она учит? Эта книга учит в первую очередь тому, что какого бы социального положения, какого бы роста, цвета, интеллекта, не был человек, он всё равно является человеком, не заслуживает человеческого отношения. Она заслуживает человеческого, а жизнь ему не даёт такой возможности человеческой жизни. И всё время он в страхе. Люди, которые в этой книге, ну очень все в страхе, в постоянном страхе. Это разве жизнь, если я буду всё время, вот я вот живу, у меня всё есть, и люди есть, и товарищи, и я в постоянном страхе буду жить. Что это за жизнь такая? Вам нравится такая жизнь? Мне не нравится. У меня постоянного страха. Есть. Ну всё время там, ну как, он всё время под угрозой. Ну тот же Гарри Поттер, он постоянно под угрозой. А тот Вальдемур, он же, так сказать, вот ему наполовину уже умертвили, он тоже в постоянном страхе. Там все в постоянном страхе. А те, кто помогает, он же, им страшно, но они отважно идут, и вместе бьются, и вместе спасаются. Могли не спастись. А тут же некоторые не спасаются. Причём чудесным образом спасаются всё время. Только чудо их спасает. Если чудо только их спасает, а что их спасает? Что их спасает? Всё то, что я перечислил. Дружба, любовь, взаимовыручка, взаимоподдержка, самопожертвование и так далее. Все вот эти вещи, которые обычно и спасают на самом деле. Не спасают они от этой жизни. Не спасают. Жизнь такой и остаётся. Это всё их спасает от немедленного уничтожения. А от жизни такой, не спасаясь. Жизнь безысходная в этой книге. Безысходная. Нету там выхода из неё. И это хорошее, это достоинство этого романа. Он показывает, что в современном буржуазном мире гниющем жизнь такая, что надо от такой жизни освобождаться. Вот мы по-разному с Михаилом Васильевичем прочитали семь книг «Гарри Поттера». Да, я знаю, конечно. Это естественно. Все люди разные. Но я уже сказал, что с моей точки зрения, эта книга именно о человеческом районстве. Я-то её мягко оценил, а вы-то там увидели расовую теорию, поэтому это вы только выглядите так, очень мягким. У вас такой метод, такой мягко-мягко. На самом деле, у вас гораздо более серьёзное обвинение в адрес этой работы. Не обвинение, а это наоборот плюс, несомненно, этой книге. Ну, конечно, если она показывает, она показывает механизм, механизм, через который реализуется... Если бы она показывала механизм борьбы с этой теорией, это да, а она показывает саму её. Поэтому она, это плюс художественный, в том смысле, что она раскрывает то, что есть. И большего от писателя потребовать нельзя. Потому, что не надо требовать от писателя быть политиком, не надо требовать от писателя, что он, так сказать, был вольнём каких-то прогрессивных тенденций, нет. Да, действительно, это плюс, она это всё раскрывает. Но выхода из этого, конечно, в этой книге нет. То есть, от этой книги одни люди из этого сделают один вывод, другие другой вывод, потому что они должны выход искать в других книгах. Выход очень простой, с моей точки. Я изложу свою точку зрения. Выход очень простой. Борьба с этим механизмом, она начинается с признания очень простой идеи о том, что все люди равны перед Богом и законом. Все люди равны, все одинаково заслуживают, все одинаково имеют право на счастливую жизнь. Эта идея, она лежит фундаментально, лежит в фундаменте и христианства, и социалистической, и коммунистической идеи. Без этой идеи и социализм, и коммунизм будут голым словом, голой фразой. Я думаю, что все-таки надо из этой вот вашей речи изъять насчет перед Богом равны, потому что вот религия из вдоха угнетенной твари. Пока я вот равен перед Богом, есть паства, то есть бараны, рабы. И есть пастырь, который, между прочим, был очень возмущен, когда люди узнали, читайте самое начало Ветхого Завета, которые взяли и сорвали яблочко с дерева добра и зла. Чем был возмущен Бог? Что они узнают, что добро, что зло, и будут, как мы, как боги. Пока есть какой-то Бог, который над нами, не будет этого равенства никогда, потому что отражение этого Бога и выражение этого Бога – это и есть выражение неравенства и разделения. Поэтому я согласен полностью с вашей радостью, кроме слова «бог». Вот люди должны быть всё равны, давайте поставим на этом точку, и тут тогда у нас спора не будет. Хорошо, давайте поставим. Хотя Бог Нового Завета – это всё-таки Бог, Бог, который есть любовь. А эта идея, я считаю, она никоим образом не противоречит идеям коммунизма и социализма, и коммунизма. Эти все идеи разобраны Марксом Энгельсом в коммунистическом манифесте, она не противоречит, я согласен, в каком смысле не противоречит, они не дают именно дороги, потому что чем отличается научный коммунизм и научный социализм от всех типов социализмов? Вот все не любят Маркс Энгельс вот в этой работе, и чем она хороша. Она вот тут очень прямо стыкуется прямо с этим романом. Там же перебираются все течения идейные под названием социализм. Никакого социализма тогда не было, как в общественном устрое, и никто о нём не думал, а вот это были течения, какие? Это, во-первых, феодальный социализм, они ненавидят этот капитализм, всё разрушилось, были роды знатные, пришли вот эти, неизвестно откуда, какие-то промышленники всё уничтожили, собрали. Они ненавидят капитализм, это один социализм, как отрицание капитализма. Потом второе течение, это мелкобуржуазный. Мелкобуржуазия – это мелкий хозяйчик, трудящийся, который работает, потом продаёт на рынке, ему конец, крышка при этом самом капитализме, потому что из мелких хозяйчиков один из сотни выберется наверх и станет капиталистом, а остальные все в ряды пролетариата. Христианский социализм – молитесь, и, может быть, вы будете лучше жить. Никакой дороги он вам не предлагает, нет никакого пути. Поэтому даже более того, вот даже известное такое изречение из Библии о том, что легче верблюду пройти через угольные ушка, чем богатому попасть в рай, оно на самом деле имеет другую сторону. Раз богатому не попасть в рай, надо здесь рай сделать, а вы обойдётесь. Потому что вам рай будет потом, Егор Николаевич. Поэтому сейчас отдайте всё своё, что у вас есть, все деньги сюда, а вы потом будете там пировать, когда у вас не будет зубов, и только душа у тебя улетит, и ваша душа будет сновать мимо яблонь, на которой будет прекрасное яблочко, у вас ни зубов, ни головы, ничего, только черти там будут на сковороде, хотя я не очень представляю, если душа туда улетает, что там будет подогреваться, ни на чём. Поэтому я думаю, что уже человечество находится на таком этапе его развития, когда уже была эпоха просвещения. Ну что же нас из эпохи просвещения утащить назад, снова к этой самой религии? Это самая реакция, скажем, я вот как-то аспирантами разговаривал, ну это ужас, чтобы аспиранты в университете, и тоже они бы занялись этой самой религией. Ну сколько можно уже, сколько можно уже верить в фолдунов, в богов и так далее. Всё, уже человечество это проехало. Поэтому сегодня это реакционные течения вредные. И равенство надо будет нам, социальное. Равенство, в смысле, равенство возможностей для развития. Чтобы у вас были такие же возможности, как у меня, и у других, у всех. И никто бы вот по принципу расовому, по принципу национальному, или по принципу отношения к вере, дескать, есть верный, есть неверный. Если вы встанете на путь религиозный, раздерутся все, и будут у нас сплошные теракты. Потому что даже представители самых, можно сказать, реакционных религий, они с атеистами не дерутся. Они между собой дерутся. У вас есть ли тот бог, а у меня другой бог, то мы с вами должны передраться, и кто-то кого-то должен убить. Поэтому, и вы знаете, что крестоносцы также ходили с Христом и убивали там тех, кто не крестоносцы. Поэтому я думаю, что это другая тема. Я считаю, это другая тема, я только немного всё-таки парирую. Я считаю, что от крестоносцев мы действительно проехали. Это всё полная реакционность. Но, тем не менее, это не исключает религии как личного дела каждого человека. Вот это именно личное дело. Человек может верить в Бога, человек может ходить в церковь. Поэтому мы должны сказать, будучи верны. И человек может, да, я договорюсь, и человек может, и даже должен, и будет прекрасно, если человек будет вдохновляться глубокими, великолепными христианскими истинами о человеческом равенстве и о том, что Бог есть любовь. Пусть не вдохновляется, но не тащит это в государственный аппарат. И пусть вдохновляется, не тащит это в школу. Потому что давайте не будем идти назад. Вот есть отделение школы от церкви и церкви от государства. И это сделала Великая Французская Буржуазная Революция. Тот, кто уходит от этого назад, он падает в реакцию. Зачем нам это делать? А мы уже и так, и сяк. Это частное личное дело каждого. Я всегда уважаю чувства верующих. Никогда бы их не оскорблял. И это в России всегда уважалось. Это во Франции не уважалось в последнее время. И они не должны удивляться, что если они ходят там и вешают сюда ехать в до, то там будут новые террористические акты. Если кто-то открыто заявляет, что он согласен, что можно оскорблять пророка Мухаммеда, или кто-то будет у нас оскорблять, допустим, Христа, или кто-то будет, а у нас тоже такие случаи были, и могут продолжаться. То есть, если у нас будут оскорблять любые верования, то тогда это может привести к жертвам. И приводит, между прочим, к жертвам. Поэтому вот это вступление на эту дорожку религиозную приведёт к религиозным войнам и приводит к религиозным войнам. И началось это с того, что вот люди, которые чувствовали, что у них есть превосходство, американцы прилетели в Ираке, развязали эту бойню, войну, демократически избранного президента, повесили, и там стало религиозное государство. И сразу начали делиться. А когда начали делиться, появилась вот эта самая запрещённая в России организация, исламское государство. Так кто это сделал? Это сделали, ну, не исламисты. Это сделали вот эти самые потомки этих англосаксов, которые сюда и Англию привлекли, и Канаду привлекли, и других вовлекли, всё этот блок НАТО, для того, чтобы это развязать. Одно светское государство уничтожили. Теперь Ливия тоже светское государство. Их раздражало, что там есть бесплатное образование, бесплатная медицина, там что под 160 квадратных метров молодым семьям давали средства на то, чтобы они построили себе жильё, уничтожили, разграбили, уничтожили государство. Опять нет светского. Последнее осталось сирийское светское государство, поэтому сейчас надо охранять светские государства, а не религиозные, потому что религиозные государства приведут к религиозным войнам и приводят. Вот сейчас какая же дума. А вот частным делом это должно быть обязательно. И мы всех уважаем. Все религиозные чувства, какие бы то ни были эти чувства, мы их очень уважаем. Даже если это вера в колдунов. Вот я верю, что я колдун. Ну, что ж, а вы должны уважать. Что вы не смеётесь, а вы уважайте. Я вот начитался, и вот теперь верю, что я колдун. Нет, Михаил Васильевич, есть разница между религией и мракобесием. А это начало. Это с этого начало общество. А сейчас мы имеем более развитые уже виды верования. А началось это всё с этого, с наскальных изображений и с верой в какие-то чистые или нечистые силы. Не нужно, я считаю, не нужно выхолощивать из религии смысл. Смысл христианства, ислама, любой религии. Смысл религии был прогрессивный для своего времени. Для нашего времени уже смысл у неё реакционный. Для своего времени – да, безусловно. Вообще всё хорошее, всё, то, что было в истории, создавалось в рамках религиозной формы. Поэтому не только нельзя ничего выхолачивать. Как же иконы? Это были замечательные произведения художественные. Строили замечательные дворцы и церкви. Но это всё памятники архитектуры. То есть, человеческий труд выступал вот в такой форме. Но это было в своё время прогрессивно. Но это уже давно не является прогрессивным. Но это надо уважать. Если у кого это есть, конечно, мы уважаем. Я уважаю все чувства. А я, наоборот, считаю, что в рамках религии осталось много прогрессивного. То, что ещё не устарело и не может устареть. Я уважаю это ваше чувство. Спасибо. Спасибо вам. Хорошо. Ну, давайте на сегодня закончим у нас. Такой содержательный длительный разговор по-разному. Мы как по американским горкам проехались по разным темам. Ну, что делать, да. Вот. А то скажу, что заодно. Да. Дорогие друзья, на сегодня всё. До новых встреч. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok